всем огромный привет сегодняшнем видео я покажу как вязать подошву по такому принципу подошву можно вязать абсолютно на любой размер вот она подошва которую я уже связала из этой подошвы я вязала мужские слитки покажу вам и слитки вот они вот подошва но о слитках в следующем видео и так начинаем с того что измеряем длину и ширину ноги у меня длина 28 сантиметров ширина 10 28 минус 10 получается 18 сантиметров соответственно мне нужно набрать цепочку из воздушных петель длиной 18 сантиметров вы делаете свои замеры и набирайте ту длину которая вам нужно пряжа у меня картопу 100 граммах 110 метров рекомендовано крючок номер 6 или 7 75 процентов акрил 25 процентов шерсть но для того чтобы подошва была плотная и прочная я вязала пряжей в два сложения и крючок взяла поменьше крючок у меня 5 и 5 итак начинаем набираем цепочку из воздушных петель первую петельку мы делаем свободной сильно ее не затягиваем и набираем необходимую нам длину я набрала 18 сантиметров сколько мне и надо это у меня получилось 24 воздушные петли теперь делаем петлю подъема и во вторую петельку вот первая во вторую мы провязываем столбик без накида и все следующие петельки до конца мы провязываем столбики без накида я провязала 24 столбика без накида и сюда вот в последнюю петельку где я вам говорила не затягивайте мы провязываем 3 столбика без накида если сильно затянули вот как я можно немножко ее вот так вот растянуть и сюда провязываем 3 столбика без накида 1 2 и 3 назад возвращаемся опять все столбики без накида вот этот хвостик мы его сюда ввязываем вот так вот прижимаем захватываем нить и провязываем и так далее заканчиваем ряд опять хвостик сюда вот снова я провязала 24 столбика без накида и вот здесь вот на повороте вот в эту петлю подъема мы провязываем опять и три столбика без накида 1 сюда же 2 и сюда же 3 сделали поворот опять провязываем до конца ряда столбики без накида я провязала 24 столбика без накида и вот здесь вот на повороте где мы делали прибавку в одну петельку мы провязывали три столбика без накида теперь в каждую петельку мы провязываем по два столбика без накида и так в первую петельку провязываем два вот здесь на повороте не затягивайте сильно один сюда же второй следующую петельку один и сюда же второй так сделали две и третья прибавка также в одну петельку два столбика без накида и того у нас на повороте должно получиться 6 столбиков без накида далее провязываем до конца все столбики без накида и снова я провязала 24 столбика без накида и вот здесь вот на повороте мы снова делаем прибавку в эти три петельки провязываем в каждую по два столбика без накида в первую петельку провязываем 1 и второй столбик без накида во вторую также два столбика без накида старайтесь сильно не затягивать на повороте и в третью петельку мы провязываем 2 столбика без накида снова провязываем все столбики без накида до поворота и снова я провязала 24 столбика без накида дошла вот смотрите до поворота далее делаем прибавку на повороте следующим образом в эту петельку провязываем 2 столбика без накида следующую провязываем опять два столбика без накида по срединке вот в эту петельку провязываем 1 столбик без накида и в следующие две петельки провязываем по два столбика без накида и в следующую в последнюю также два столбика без накида вот мы сделали поворот далее провязываем до конца ряда все столбики без накида провязала опять 24 столбика без накида на повороте поступаем точно так же как в предыдущем повороте вот в эту петельку провязываем 2 столбика без накида следующую опять два столбика без накида вот эту которая посрединке один столбик без накида и в следующие две петельки снова провязываем по два столбика без накида так и сюда же еще один далее провязываем столбики без накида примерно до средины нашей подошвы провязала я 13 столбиков без накида это примерно получается половинка сейчас мы будем делать с вами расширение ну вот так вот у меня получается вот оно так и должно получиться я сюда пока что ставлю маркер для того чтобы с этой стороны у меня было все одинаково ровно далее мы провязываем с вами 3 полустолбика делаем накид и провязываем полустолбик захватили нить и через все три мы протягиваем полустолбик 1 следующий следующий петельку 2 и 3 так дальше мы провязываем вот эти все столбики до поворота опять же столбиками с одним накидом делаем накид и провязываем обычный столбик вот так с одним накидом довязала я до поворота и здесь делаем прибавки следующим образом понятное дело здесь уже идут у нас столбики с одним накидом здесь опять же напротив будут три полустолбика а здесь делаем так накид в первую петельку мы провязываем два столбика с одним накидом следующую петельку мы провязываем 1 столбик с одним накидом через 1 если вкратце следующую опять 2 так сюда же второй следующую петельку 1 следующую 2 нам нужно сделать поворот нам нужно сделать поворот так следующую 1 столбик с одним накидом и еще делаем одну прибавку следующую петельку 2 столбик с одним накидом смотрим сходится сходится далее провязываем столбики с одним накидом вот сюда вот смотрим получается мы не довязываем тут три напротив вот она видно здесь три полустолбика вот мы довязали напротив уже булавочки но булавочка это у нас первый полустолбик так вот второй и третий до соответственно напротив мы сейчас опять же провязываем 3 полустолбика 1 следующую петельку 2 и дальше провязываем 3 полустолбик вот так вот смотрите как получается ровно если что-то неровно распускайте смотрите перевязывайте и далее заканчиваем уже сюда нашу до пяточки довязывать вот ряд столбики без накида и в конце мы просто вот так вот делаем соединительный столбик все ниточку можно обрезать ее где-нибудь там спрятать вот так вот и здесь просто вот так вот прячем ее и все аккуратненько чтобы она нам не мешал вот такая замечательная у меня получилась подошва давайте посмотрим ее размеры так у меня получилось 28 сантиметров и ширина у меня получилось 10 пожалуйста значит все сделали правильно конечно не сразу у меня все получилось поэтому начинающим вязальщицам настоятельно рекомендую не падать духом берите себя в руки терпение вам вдохновение записывайте берите листок ручку и все записывайте значит набрала сколько-то петель получилось сколько сантиметров обвязала сколько-то получилось здесь сколько прибавок здесь сколько там убавок полустолбиков и тому подобное и я уверена все у вас получится будьте здоровы подписывайтесь на канал и будем рукодельничать с вами вместе